Ура, ребят, поздравьте меня! Первая сотня убийства диафиндеров. Ну, это защитников босса. Сделал я это за неделю где-то, при учете того, что каждый день надо на работу. Здесь каждый день работаю. А вот с игроками, конечно, поменьше проблем, потому что даже сейчас никого нету здесь онлайн. В день заходит максимум один-два игрока, теперь я не знаю по какой причине. Раньше это был очень популярный сервер. Поэтому игроков у меня убийств 28 всего пока, а смертей 7. Заходил тут максимум и симус своим магом. Разложил меня парочку раз. Я просто тоже мог бы на мага смертить, но мне что-то этим больше понравилось. Монах, ассасин, бегаем, в ламу с одного, ну, какого с одного, конечно. Но, быстро бью у кейсфендеров. Критую там, вот видите, или у меня 17-20, но это у меня еще ну, кин есть, но еще нет. Не вип он мастер, и нет улучшенного критического. Так будет 10-20 умноженное 3. А, 12-20 умноженное 3. Так, в общем, с грит билд мне понравился. Так, а почему он дальше не делает? Надо до конца, вообще. А, вот это мешать. Офигеть. Даже не знал про тирамочку. Гритсворд мне понравился очень. Ну, вот это билд монах, ассасин. А, то есть, монк, ассасин, то есть, по-русски это монах, убийца. Со своими дээд атак. Дээд атак у ассасина. Дээд атак. Ну, смертельная атака, значит, ассасины. Из этого, из хайда. Вот, хайда, хоть, вас никто не видит, если у них не вкачан лицинк. Листинк спут. Ну, то есть, слух и обнаружение. Так, то вы против противника применяете дээд атак. Где она нафиг? Вот она, дээд атак. И, при удачной дээд атак, кроме специального дамага, вот он, 4-6, ну, то есть, от 4 до 6, и выше, там, 5-6, на уровне инопитческих, потом, от 5 до 6, с дамага, с этого, кроме обычного, вот этого всего дамага, еще и с хайда, вот этот считается, дээд атак. И еще, вот этот атак, есть шанс на парализ. Вот видите, парализ. Если у вас качан интеллект достойный, вы можете с банками, к банке пойдем, к банкам пойдем. Вот, нет, атак, офигеть, атак, если это не по максимуму, еще пробуйте. И еще. Давай, удачный ролл. И, ну, удачный. Ну, 13, это еще не максимум, с банки. Сейчас я вам докажу. Вообще, видео было про мои статы, что, наконец-то, 100, 100, круленькая цифра, 100 теффендеров, убил за неделю. Может кто-то, это два дня их столько убить. А вот с игроками это проблема. Если русские будут, игроки делят с максимумом, повозиться придется. Быстро там не сделаешь много убийств. Да и при учете, что сейчас не 100 почти не играет. Раньше, раньше, когда играли, 28 тут максимум игроков на сервере. было, так, 28 разделить на 2, 14, 14 против 14 игроков. Можно поднять до 90 онлайн. Ну, там, как смотря сервер настройки, но теперь уже админов, наверное, нет, хотя нет максимума, да, может ли он поднимать, не знаю, до 90 игроков. Ну, это когда будет большой онлайн. То есть 90, 45 против 45 игроков. Это уже что-то, это офигеть. Да, такого еще и не было. Максимум я видел 20 против 20, по-моему, раньше было. Тогда до 65, по-моему, такого было. В 2009 году, я уже точно не был. Так, у нас максимум не подняло. Ой, я что, отдохнул там? А, вот сюда вот я выбежал. Вот было 13, можно поднять повыше. Вот, я же говорил, 14 плюс 2 конституция, 158. И здесь 34 максимума. это конституция. Ну, сейчас. Во. Потому что я закрафтился на... Ой, закрафтил на... Конституция он плюс... Конституция он плюс 4, Конституция он... Стрэндж плюс 6, то есть, телосложение плюс 4, сила плюс 8 даже. Конституция он плюс 4, Стрэндж плюс 8. Ну, чтобы больше дамаг было, то видели. Если вы видели, в предыдущем видео, я слил 2 раза священнику, монаху, он... Я просто не мог попасть по нему, потому что сперва я его убил раз. Вы там видели, видели, наверное, один-то раз я его убил. А потом он взял монаха, а у монаха бонус от мудрости, у священника мудрость это все, для спелл, это все. И у монаха от мудрости идет АЦ. Так он взял, у него все, я не пробил, наверное, под 60 или под 70 АЦ стало, я не стал его пробивать. Максимум у ССПМ, еще он там, ну, спали мастер, бледный мастер, которого ему накрыты, может до 90 АЦ максимум поднять. Фиг пробьешь, если ВМа качать, вот у меня монг ВМ же, в плане, я могу только 66 максимум, 67 там атаки поднять, не больше. ВМ, ну, даже без монаха, если без монаха через война, 67 атаки могу поднять, то в 90 я уже никак не пробью, никак, только 20, когда кубик на 20 уже ходит. А когда он выпадет? Редко. Это как фортуна. ДНД, ребята, это, знаете, не только конструктор, как я сказал в предыдущем, а это еще и лотерея, лотерея, вот как я ее назову. ДНД, это конструктор и лотерея, потому что это кубики. Да, вот такая вот у нас ДНД-система. Смотря как кубик выпадет, кому-то повезет, как говорится, кому-то, а кому-то не повезет. Кому как повезет. Ну, это интересно. Ну, так игроков и нету. Видео было вообще остаток. Давайте на последок еще раз посмотрим. Статы у меня вот 100 кг дефиндеров. Это за неделю. Значит, за 2 будет 200 и игроков будет под 50 на конец убийства. А смертей я не знаю, сколько там будет. Смотря, какой силы игроки дают. Я обычно антибилдом не захожу, а играю одним конкретным чаром. Если бы антибиллом не зашел, у меня бы было не 7, а 1. Смерть от NPC тут одна засчитывается. Если сейчас там играешь. Так и было бы один смерть от PC с антибилдом зашел против максимуса. А я вот этим играл, играл, меня забил. А вот он зашел, он же видел билдом, можно спалить билд, когда заходишь на сервер. Сразу открываешь окошко в той игроке онлайн и его билд он меня спалил, он зашел антибилдом. Естественно, они меня забили. Так же, как и мон, монах, этот, сусенник, монах, я играл, игрался, а он зашел антибилдом. Ушелся, даже если я долго буду играть, кто-нибудь зайдет, а он же билд мой спалит. Отсюда и смерти антибилдом заходит. Меня Станнер спокойно убьет. Эти форты нет. Такой отбил. Монах, станок забьет церковь. Ладно, всем пока с вами был игрокер, играйте в ДНД. Если мы увидимся снова, это будет скоро.